Ньюз Тайм Адриана Челентано стал борцом с преступностью. Артист принял участие в создании анимационного сериала «Адриан», где сам выступит в качестве главного героя. Друзья, мы продолжаем. И прямо сейчас сюжет дня. Ньюз Тайм 29 марта. Эта ночь в музее будет особенной, ведь мир узнает, кто станет новым живым экспонатом легендарного зала славы рок-н-ролла в Кливленде. Туда ежегодно, вот уже 35 лет, включают самых влиятельных деятелей мировой сцены. Я очень счастлив, спасибо. Но сегодня обойдется без лунной походки. Я сломал ногу аж в двух местах, пока репетировал в Калифорнии. Но это великая честь быть избранным в зал славы рок-н-ролла. Ну а лидер «Радио Хэт» Том Йорк не менее любопытный экспонат. Комитет музея славы рок-н-ролла во второй раз номинирует группу, но ее фронтмен признается, что не любит премии и у него есть дела поважнее. Зато сестра короля поп-музыки Джанет Джаксон наоборот рада будущему включению в зал славы. В жизни звезды сейчас сложный период. Скандальный развод с катарским миллиардером и смерть отца. Чтобы отвлечься, певица с головой ушла в работу и готовит секретный музыкальный проект. Да, сейчас работа идет над кое-каким проектом. Мы записываемся в студии и работа кипит. Правда, еще точно не решено, как это все будет выглядеть, но это непременно будет музыкальным творчеством. Вместе с Мисс Джаксон в этом году в зал славы войдут и культовые рокеры британских островов. Рокси Мьюзик, Зе Кьюр, Дэв Леппорд и Зомбис. Да, музей славы рок-н-ролла возможно не без привкуса волокордина. Почти все музыканты этих групп уже давно стали дедушками. Но, как мы знаем, бывших рок-звезд не бывает. Тому пример и солист Дэв Леппорд, 59-летний Джо Эллиот. Кстати, музыканты группы активно поддерживают себя в хорошей форме. Мы, например, заканчиваем репетицию и затем все вместе идем в спортзал. Так и сердце становится шире и давление подскакивает. Вот и солист группы Зе Кьюр, Роберт Смит, по-прежнему тщательно следит за имиджем. Волнистые локоны и томные смоки айс, как и 40 лет назад. Без музыки группа будет ничем. И пускай даже мы выглядим хорошо, музыка все же остается самым главным в нашей группе. Ведь именно благодаря ей мы, например, можем отыграть концерт. А не потому, что у меня красная помада. Членов зала славы рок-н-ролла ежегодно выбирает специальный комитет музыкальных экспертов. Самый важный критерий из выхода первого сингла номинанта должно пройти не менее 25 лет. С нетерпением ждем 29 марта. Друзья, на этом все. Не пропустите новости шоу-бизнеса в следующем выпуске программы Ньюстайм. С вами была Инна Стан. Пока-пока. Ньюстайм.